Ну, подруга, рассказывай, как у тебя наличные? Да никак, я все принца жду. В смысле ждешь? Тебе что, 18? У тебя очередь в собес не за горами. Надо срочно к бабе Фроссе ехать. А это кто? Короче, есть одна бабка. Она гадает, будущее предсказывает и может наладить твою личную жизнь. Ты знал, что от опыта какой-то пыль по полю лечит? Ну, нет. Алло. Знаешь, скольким людям она уже помогла? Блин, как тяжело в этой фиговне дышать. Друг, можно большое капучино с корицей? Спасибо. Вы собираетесь перейти на темную сторону? В смысле? Гадалки-экстрасенсы. Это шарлатаны. Что ты этого аниматора слушаешь, а? Надо звонить бабе Фроссе. У нее очередь на неделю расписана. А ну, постой. Не вмешивайся. Вы что сделали? Соберешь, будет слайдер. Короче, вселенная в опасности. Потому что такие, как вы, до сих пор верят гадалок. Я Михаил Голустян. Это шо, Миша Портицёв? Гадалки, маги, экстрасенсы, астрологи. Все это сплошной бред и обман. Но это еще почему? Ну, как почему? Ну, смотри. Вы считаете, что есть какие-то люди, которые могут предсказывать будущее? Да. Ну, тогда эти люди должны в сотне Форбс все первые места занимать. Да они бы не вылезали из букмекерских контор. Они вообще бы раньше всех знали, что произойдет в мире. Скажите, а зачем вам столько, Макс? Скоро будет одна тема. Понимаете, о чем я? Нет никаких предсказателей. Все это развод, на который вы почему-то ведетесь. Михаил, ну в смысле развод? Я лично знаю людей, которые изменили свою жизнь благодаря экстрасенсам. Ага, конечно. Вот эти? Мне уже за сорок, а я никак не могу жениться. Я помогу тебе. Объявляю вас мужем и женой. Михаил, но если это обман, тогда почему люди во все это верят? А ответить на этот вопрос нам поможет мой друг и профессиональный психолог Екатерина Сырова. Дело в том, что все гадалки-экстрасенсы прежде всего хорошие психологи. Просто они преподносят это как магию и манипулируют сознанием людей, используя психологические приемы. Вы дружелюбный человек. Любите неяркую одежду. Любимое время года – лето. Да, это про меня. Прощупывание или визуальный мониторинг. Это детальный анализ внешности человека, который помогает многое о нем рассказать. Вы трудолюбивы, но иногда ленитесь. У вас часто меняется настроение. Когда вы ходите из душа, у вас морщатся пальцы. Да, это тоже про меня. Я знаю, у вас есть собака. Я вызываю дух вашей собаки. Бу-бу-бу-бу-бу-бу! Она так лаялась! Да, да, да. О, этот метод называется эффект Баарнума. Обобщенные и неопределенные фразы, которые подходят всем людям. Я чувствую, у вас проблемы. Да? Угу. Логично, что у вас проблемы. Иначе вы бы к нему просто не пришли. Глобальных сфер в жизни человека не так уж и много. И очень легко попасть. И когда шарлатан, а иначе этих людей я просто не могу назвать, закидывает вам удочку и вытепляет вас на крючок, вы готовы поверить каждому ему слову. И делаете все, чтобы ваша жизнь стала лучше. Меня ждали. Важно помнить, что мы верим им не потому, что они говорят правду, а потому, что мы хотим в это поверить. Ну, теперь-то вам понятно, кто такие гадалки-экстрасенсы? Да. Точно понятно. Спасибо вам, Екатерина. Спасибо вам, Екатерина. И что, никому нельзя верить? Ну, если уж и в кого-то верить, то только в себя. В свои собственные силы и возможности. Мыслите позитивно. А за помощью к кому обращаться? Психологу. Только психолог поможет разобраться в проблемах. Иначе на вас и дальше будут наживаться всякие аферисты. Короче, резюмирую. Экстрасенсы, гадалки, астрологи, предсказатели – все это обманы хитрой уловки. Никто не может предсказать, что нас ждет в будущем. Запомните, магии не существует, и современная наука это уже давно доказала. С вами было шоу «Миша портит все». Увидимся. Ну, можно я пирожное доем?